Уважаемые друзья, жители нашего города с детства воспитываются в духе, в атмосфере гостеприимства, в сердечности и, самое главное, интеллигентного юмора. Это отличительная черта одесситов. Так вот, сердечность, гостеприимство выражается во всем. И мне очень приятно, что у нас получается сохранять в Одессе эту атмосферу и в сегодняшние дни, несмотря на то, что мир очень серьезно изменился и, к сожалению, не в лучшую сторону. Мы гордимся тем, что у нас Одесса многонациональна, 130 национальностей. Но основное дело гордиться этим, а другое дело как-то все-таки сделать так, чтобы это чувствовали все. И я рад, что мы в Одессе создали организацию объединения одесских национальностей. Это ООН, как мы его уже прозвали в Одессе, Одесский ООН. Организация объединения одесских национальностей. У нас состоялось два, я сегодня вам хочу рассказать, и пользуясь случаем, ну вы поймете, к чему я так говорю, мы провели два заседания. Утвердили положение об Одесском объединении национальностей. Это такие элементы народной дипломатии. Вы представители официальной дипломатии. Поэтому на третье заседание, которое мы планируем провести в ближайшее время, по согласованию я обратился с просьбой к Григорию Филовичу, мы планируем провести его совместно, расширенным, и я приглашаю вас на такое заседание, если у вас будет возможность пообщаться. Повестку дня мы формируем сейчас, где мы бы обсудили все вопросы, которые интересуются сегодня, и те национальности, и народности, которые проживают на территории города, и взаимодействие дипломатического корпуса с теми представителями национальности, которые также у нас активно работают, общественные организации. И мы покажем пример всем, я имею в виду в Украине, как минимум, о том, что сегодня время объединяться для решения тех вызовов, которые стоят перед человечеством. Это небольшие слова, это так и есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!